Телесно вот это незнание очень сильно дает огромное количество напряжения. Для того, чтобы родить ребенка, нужна мать, схватки и все. Нельзя же составить реальный план РО. Ты же не знаешь, как все это пойдет. Вот он уже очень маленький, но он супер адаптивный. Никто как бы не экономит препараты в больницах. Окружить себя примерно людьми с такими же там интересами и потребностями, она очень сильно помогает не остаться в этой изолированности. Ирина, добрый день, рада приветствовать тебя в нашем пространстве. Кабинеты Рихтера и ТК Боргин для специалистов, помогающих профессии, психологи, остеопаты, люди, которые в смирных своей коммуникации помогают делать нашу жизнь более качественной, интересной и приятной. Здесь проходит много разных мероприятий. Сегодня у нас есть небольшая лекция про обширство, роды. И я хочу пригласить тебя провести с нами время. Пойдем, пожалуйста. Вы такие все молодые мамы. Ну, выглядите все супер молодые. Ну, давайте я расскажу о себе. Меня зовут Катя Мазлова. Я создатель ТОП-пространства, кабинета Рихтера. Это два центра в Москве, где мы объединили разных специалистов, которые работают в разных подходах к телу, к психике. Это и психотерапевты, психологи, телесно-ориентированные терапевты, специалисты в области массажа, реабилитации, остеопаты. И здесь в том числе мы очень часто встречаем беременных, молодых родителей. Здесь проходят разные лекции у нас. И, в общем, много всего такого интересного. Я сама психотерапевт, телесно-ориентированный терапевт. Я кушер по образованию, медик, принимаю роды. Сейчас принимаю роды в частном порядке или как доула сопровождаю. Могу сказать так, что ни одни роды не являются одинаковыми. Это всегда очень интересная индивидуальная история. И какого-то одного сценария его, наверное, не бывает. Так, забегая немножко вперед, подготовка – это очень важная история. Нужно понимать, что у каждой мамы, у каждой малыша – это очень индивидуально. Каждая встреча с вашим прекрасным малышом – она такая очень-очень личная, она очень интимная. И если одной женщине нам нужно вот такие условия создать, то для другой эта атмосфера будет совершенно неэффективной, не рабочей, не расслабленной, не безопасной. Поэтому поговорим сегодня, наверное, про то, насколько все действительно бывает индивидуально. Наверное, если говорить, забегая вперед, про страхи, то чаще всего это происходит из-за того, что мы не знаем, что будет происходить с нашим телом, почему будет такое ощущение, почему будут такие изменения. Вплоть до того, что мы немного, ну очень часто, точнее, мы живем в ситуации, когда мы со своим телом находимся в достаточно большом разрыве. Не каждая женщина может там довериться интуиции, своему ощущению, да, идти в роды, вот как когда-то, там, сто лет назад, женщина, говорят, в поле рожала. Ну, конечно, она рожала, у нее выбора просто не было. Вот, и, в принципе, про страх, вот если поговорить про страх, он у каждой из вас будет абсолютно субъективный, абсолютно свой личный. Возможно, он будет приобретенный там где-то в разговорах, бабушка сказала, подружка вспомнила, поделилась опытом. Но, как правило, где-то мы, это случается такое научение, где-то это услышали, где-то прочитали, где-то в кино. Но так работают внушения, очень много мы сталкиваемся в жизни с внушениями врачебными, да, там, например, узкий таз, там, столько лет, старородящая какая-то еще. Очень много беременной женщины сталкивается в течение беременности с огромным количеством внушений, мнений, чем-то чужим опытом. И вот тут вот важно разобраться. Не знаю, на меня вообще, в принципе, все страшно. Я не понимаю даже от начала то, что нужно ли заключать контракт, да, или нет. А еще мне подруга вот такое сказала про то, что опыт, да. Она мне такая говорит, ну, ты вот спроси, как у мамы было, как у мамы были роды, говорит, у тебя будет плюс-минус так же. И реально я позвонила маме, спросила, говорю, мам, как, ну, так и так. Мне кажется, когда вся вот эта вот воля, это все начнется, я все равно буду в панике, в страхе, я все забуду. Это очень часто. Вот, мне кажется, да, вот эта вот стандартная ситуация. Даже если я пройду сейчас курсы эти, буду сидеть слушать две недели, когда все наступит, мне кажется, я растеряюсь. Как тебе зовут? Как могу к тебе обращаться? Меня зовут Лена, мне 30 лет, это моя первая беременность. У меня сейчас 33 недели, и я жду девочку. Так, хорошо. Давай так как-то в общем сначала обсудим, что такое страх. Страх – это какая-то дезинформация или то, о чем мы не знаем. Ну, или он, как правило, страх, он является каким-то эфемерным. Либо у него должна быть конкретика, я боюсь боли, потери ребенка, здоровья там ребенка. Ну, то есть, какая-то конкретика. Умру в родах, там, кровопотеря, ну, что там. Ну, вот конкретно, либо мы, нужно этот страх, да, конкретизировать, либо это скорее будем называть это тревожностью. Тревожность – такое размытое очень понятие, там нет какой-то конкретики, да, нет какого-то четкого представления о том, что это произойдет и это опасно. Вот тут очень важно вот эти два момента откалибровать. Вот ты вернулась к тому, что, да, ты сказала, что готовишься, я так понимаю, что куда-то ходишь или куда-то ходила, да? Ну, я просто планирую онлайн-курсы, да, как бы сейчас. Прошла уже? Нет, я их только купила. А, только вот тебе, то есть еще нет. Ну, да, планирую купить, как бы, да, там уже. Вот, и... Ну, хорошо, я говорю то, что я их ознакомлюсь с ними, прочитаю. В общем, ну, да, наверное, главная моя сейчас проблема – это незнание вот этого процесса. Незнание, да. Ну, и, наверное, самый страх – это когда вот отношения, медперсоналы все-таки. Ну, тут можно сказать, что действительно у каждого из нас есть своя зона ответственности. У мамы своя, у медперсонала своя, да, у ребенка, слава богу, нет какой-то сильной ответственности пока что. Но, тем не менее, именно информированность, как правило, да, заставляет нас ощущать какие-то там чувства. Либо, если я знаю, и мне в этом понятно, мне становится легче. Да, вот мы с вами, например, встретились там 20 минут назад. Мы друг друга не знали. Было одно состояние в теле, да, напряженность. Мы немножко подальше, такая скованность. Сейчас мы начнем с вами разговаривать. Пройдет еще полчаса, еще час. Мы все расслабимся, порозовеем, немножко сядем поудобнее, да, покомфортнее. И вот это вот как раз очень хорошая демонстрация того, что телесно вот это незнание очень сильно дает огромное количество напряжения. Очень важно понимать, что, например, тревожность, она, как правило, либо в прошлое оглядывается, либо в будущее. Здесь и сейчас это конкретный страх. Страх боли в родах, незнание, да, там чего-то еще. И, безусловно, понимание процесса, например, знание того, что это физиологический процесс, что есть там наше тело, его анатомия позволяет всем нам, человеческому виду, не вымирать, продолжать размножаться, продолжать рожать детей в абсолютно разных условиях, как вы знаете, во всем мире. Если, например, разобрать анатомию и понимать, для чего эта боль в родах существует, как она анатомически устроена, да, что, например, боль в родах, импульс передается центральную нервную систему, и в ответ на эту боль организм вырабатывает эндорфины. Это ровно то, что создано природой для того, чтобы помочь матери и ребенку пройти этот прекрасный путь для того, чтобы встретиться, посмотреть друг на друга, ощутить вот эту любовь, тепло и так далее. То есть понимание анатомии всего процесса родов, да, он достаточно не короткий, наверное, это хорошо, так же, как и беременность, да, почему 9 месяцев? Это время для того, чтобы адаптировалось тело, адаптировалась психика. Мы могли во внешнем мире, в какой-то социальной среде, да, осуществить какую-то подготовку, гнездование, да, создание этого пространства, уюта. Не нужно каких-то специальных, знаете, там, инъекций. Для того, чтобы родить ребенка, нужна мать, схватки и все. Придет момент такого смирения и понимания неизбежного. Единственное, что, мне кажется, всех пугает, это то, когда начнется процесс. Вот мне, например, не хотелось бы, чтобы это началось ночью, потому что для меня крайне важно поспать и выспаться. В любом случае все происходит поэтапно, нет такого, что сразу там 10 сантиметров раскрытия, и ты там просто в фейерверке каких-то ощущений. Все, вот, правильно, как Екатерина сказала, все происходит постепенно. Мне кажется, самое главное настроиться, ну, по крайней мере, как я сделала в своей голове, что когда все начнется, это праздник, это день рождения твоего ребенка. Очень, очень важно. Ты поедешь, собственно, на встречу с ним. Почему важно ощутить в момент того, что когда роды начнутся, вы обязательно это каждой поймете. Ни одна женщина еще не проспала, ни с чем не перепутала, и беременная не осталась. Начало родов классно бы ознаменовать с каким-то праздником. Я иногда рекомендую своим женщинам сделать или купить какой-то торт, или заказать, не знаю, букет цветов себе. Смотрите, чем обусловлена история. Гормон окситоцин, все про него, я думаю, читали, слышали. Гормон любви. Это гормон, который обеспечивает родовые схватки, который обеспечивает нам хорошее грудное вскармливание, которое обеспечивает эмоциональную связь с ребенком. Все очень-очень такая история гормонозависимая. У гормона окситоцина есть антагонисты. Это адреналин, норадреналин и кортизол. Те гормоны, которые мы испытываем во время стресса, во время напряжения. И вот этот момент, когда вы вступаете в роды, очень решающий, зависит от того, как вы на них отреагируете. Да, отреагирую я страхом, испугом, сжиманием, что, о господи, сейчас начинается, мне надо ехать, там, врач, сумки. Какая реакция, да, в организме? Она адреналиновая. И наоборот. Вау, этот день настал. Скоро я увижу своего малыша. Скоро я встречусь со своим ребенком. Это праздник. Я в безопасности, со мной все в порядке. Мое тело знает, что нужно делать. Да, и вот этот момент, испытать радость. Это очень важно для того, чтобы наш организм пошел по правильным рейсам, да, правильным гормональным запустил свои возможности. Потому что возможности, они уникальны. И очень часто наше мышление, да, наши какие-то стратегии, поведение, они нас могут уводить. Мы очень часто, к сожалению или к счастью, сталкиваемся с женщинами, которые не готовятся к родам. Да, вот она приезжает у родом, у нее паника, истерика, страх. То есть вот эти все моменты, понимание физиологии, у нее, например, их нет. Тогда медицинский персонал, акушеры, врачи, мало того, что они должны свою работу выполнить, да, они в ответе за безопасность двух человек. Ни один больше специалист в мире не отвечает одномоментно за жизнь двух людей. Это, наверное, самые такие для нас, для медиков, трудные моменты, потому что мы еще тратим какое-то количество ресурсов на то, чтобы объяснить. Послушай, с тобой все в порядке. Ты чувствуешь это, потому что сокращается матка, потому что происходит вот так, идет раскрытие, да. Приходится иногда объяснять. Ввиду того, что иногда, это может быть 40 мам за одну ночь, или очень много, да, поток людей. Не у всех специалистов, к сожалению, есть, да, вот эта вот эмпатия, это время и это сердечность, это то, чтобы вовлечься непосредственно в каждую женщину, понять, какой нужен подход тебе, тебе, да. Мы все на самом деле разные. И, конечно, каждый раз обращение к тому, что там внутри второй человек, там бьется второе сердце. У него тоже идет большой-большой путь, огромная работа. Как вы знаете, матка, например, давит на ребенка с 70 килограмм. Поэтому, если вот так вот финально говорить про страх, то, конечно, обсуждать вплоть до мелочей с врачом, с акушером, с любым специалистом, который вас в этот период поддерживает, обязательно задавать. Нет тупых вопросов. Хочется сказать сразу все до мелочей. Вы имеете на это право. Даже роды по ОМС дают вам право на то, чтобы знать то, что с вами будет происходить, да, понимание процесса, почему та или иная манипуляция сейчас. Можно спросить, а что вы сейчас делаете, а почему вы так? Если есть такая потребность, работайте индивидуально со специалистом, с психотерапевтом, с психологом. Сейчас много всяких разных подходов, слава богу, и там гипноз, и телесно-ориентированная терапия. По ОМС у нас у каждого есть все-таки, по-моему, возможность обратиться к специалисту. У нас, например, в России, если вы знаете, ни один роддом не может отказать женщине в родах, в которых поступают, да. Это нонсенс, потому что есть страны, в которых у тебя просто могут сказать, слушай, у нас закрыто, там, иди домой, приходите завтра. Инициирует роды малыш. Это важно понимать. Да, вот тут обсуждать с врачом, что мы делаем, если ПДР прошел, если роды не начались, да, вот эти все моменты, пожалуйста, обсуждайте, это очень важно. Поэтому участников в процессе не вы одна. Не вы одна тотально за это ответственны. Есть мама, есть малыш, и есть, давайте назовем это обстоятельство. Давление, погода, природа, луна, место, где это происходит. То есть еще есть, да, другие сочетанные факторы. Не берите на себя вот тотальную вот эту вот стопроцентную ответственность. Но момент подготовки, это, конечно, ваша задача. Нельзя же составить реальный план родов. Ты же не знаешь, как все это пойдет. Для чего он вообще составляется, и насколько он действительно помогает, и насколько действительно ты его соблюдаешь. Я бы сказала так, что классно иметь вариативность этих родов. Иногда, работая там с женщиной, у которой вот есть четкое понимание, что у меня будет вот так, вот родится вот это, и вот роддом такой-то, и врач такой-то, ну, как бы она сама себе закрывает вот эту вариативность, да, рассмотрение других там возможностей, вариантов. Это классно, когда мы понимаем, что у меня будет вот этот специалист, вот эта акушерка, вот этот роддом, вот эта команда, да, у меня вот сумки собраны. То есть вот это вот, о чем мы говорили с тобой, про то, что это защищает нас как-то от страха, да, подготовка, да, на какое-то дает нам ощущение стабильности, контроля. Мама все-таки нуждается в ощущении того, что она контролирует. Но здесь есть очень двойственная история про то, что, идя в направлении того, что вот будет только так, как я решила, если где-то на этом пути случится какое-то несоответствие, то будет огромная фрустрация. Скорее всего, все почитали по тому плану, который был составлен. Смотри, классно, если мы, вообще мы существа очень внушаемые. Есть у психологов знание о том, что это очень внушаемый период. Это время, в котором можно просто внушить очень много хорошего, плохого и так далее. Вот если говорить про позитивные внушения, то есть эффект самовнушения. Я, например, могу ходить все 9 месяцев и думать о том, что вот у моей мамы было кесарево, что-то там не получилось, узкие тассы, вот у меня вот в семье, значит, никто там сам не родил. И вот это самовнушение происходит. Я такая, со мной вот так. Тело обслуживает задачи психики, как правило. Позитивный настрой, как вариант плана, он очень хорошо может повлиять. Если говорить про подготовку, ты говорила о том, что послушай лекции, курсы. Очень важно внедрять в жизнь то, что мы на этих курсах, например, изучаем. Мы очень много говорим о физиологии, о том, что мы готовим мышцы, хорошее тазовое дно, хорошая активность физическая. Все это в период беременности позволяет нам прийти в точку X относительно готовые и физические, и психологические. Если там понятно, что в момент X мы забудем, как дышать, и команда, и мы, медики, и акушеры в роддоме, они всегда подскажут. Потому что это сочетанная работа. Мы без того, что мама нам окажет какую-то помощь, мы тоже особо, знаешь, ничего такого сделать без матери не можем. Да, важно проговорить, например, если хочется естественных родов, но что, если будет кесарево сечение? Что там такого? Что меня здесь пугает? Почему я от этого там замираю, не хочу про это слышать очень часто или еще что-то? Вот эти все вещи очень важно обсуждать. Обсуждать это можно с врачом. Мы все люди, существа такие социальные. Вам всем, например, беременным классно, когда мы вместе, вот в беременном сообществе, когда ты такая же, как какая-то еще. И вы можете обсуждать, а ты вот это чувствуешь? Слушай, а у меня вот так. Гораздо удобнее и комфортнее, и безопаснее ощущать себя в своей стае. Вот эта стаенность, она, в принципе, про человека, про эту социальную потребность найти своих и успокоиться. Лайфхаки, техники или совет ты можешь дать касаемо разрывов в родах. Как сделать так, чтобы их вообще не было? Или по супер минимуму? Потому что меня пугает даже не сам факт, а то, что все-таки есть реабилитация после. Наша слизистая. Да, ее состояние может быть обусловлено неким количеством факторов. И тут в первую очередь, почему женщину там обследуют врачи. Перед родом берут мазки. То есть любые какие-то инфекционные там состояния, заболевания, недомогания, это первая угроза разрыва. То есть первая причина, по которой ткань становится менее эластичной и менее функциональной, это какие-то там у нас физические ненамогания, бактериальные присутствия агентов, бактерии и так далее. Вот за этим очень часто и, безусловно, следит врач во время беременности. И в некоторых роддомах перед родами тоже берут мазок. Ну, просто для того, чтобы понимать, с чем, с какой картиной мы столкнемся. Поэтому первое – это хорошая профилактика. Ну, очень часто, что у нас кандидоз, да, молочница, беременность. Частая история ввиду того, что меняется PH среда, влагалища, и реагирует буквально на все, там, от каких-то механических воздействий до того, чем мы питаемся. Важно, что эта ткань, да, она должна быть очень эластичной, очень-очень сильное натяжение, когда головка ребенка появляется. Буквально это вот, знаете, если вот натянуть, или угол губы сейчас растянуть, это очень-очень сильно большое натяжение ткани. Но она на это способна. Как и весь женский организм, да, есть у этого ресурс, и там он достаточно большой. Я бы что-то добавила как профилактику. Уменьшать муку, сахара и всю вот эту питательную среду, на которой, как правило, растут грибы, кандида. Я бы обратила внимание на уровень железа, гемоглобин, да, как эта ткань кровоснабжается, в первую очередь, это очень связано с этим. Хорошее питание, хорошие жиры, рыба, орехи, разные масла растительные. Чем больше разнообразия вот этих вот хороших жиров питательных, тем больше возможности эти ткани напитывать изнутри. Хороший водный баланс, это хорошее питание, отсутствие инфекции, воспалительных процессов в области репродуктивных органов, в области промежности. Все это обеспечит нам вероятность того, что этот организм, этой женщине более будет адаптивен, так, к появлению малыша на свет. Понятно, что головка ребенка мягкая, она будет адаптироваться. Конфигурируется, да. Но касаемо таза, мне, по крайней мере, сказали, ну, когда все начнется, вам в роддоме, собственно, замер сделают. Ну, тут действительно есть правда о том, что диагноз клинический узкий таз возможно поставить только в родах, в начале родовой деятельности, когда мы понимаем, как этот конкретный ребенок с этой конкретной женщиной может сконфигурироваться. И это не говорит о том, что если тебе когда-то в начале беременности сказали, что таз такой, и это больше никак невозможно изменить, да, это вот навсегда так, это железная информация, это немного все-таки про такое советское заблуждение, да, у нас не было возможности, там не было УЗИ, не было каких-то еще инструментов. И мы до сих пор, акушеры, пользуемся старыми методами диагностики этого таза, понимание, там, какие у нас ресурсы у этой конкретной мамы, у этого конкретного ребенка. Но действительно, так или иначе, мы можем понять это только в родах. Действительно все зависит от хороших схваток, да, от того, как этот ребенок там конфигурируется, какое положение он в эти роды вступает, как он находится внутри живота. Да, эти все моменты не очень-очень-очень субъективны. Вот так вот сказать, что вот ты худая, у тебя, значит, узкий таз, и у тебя ничего не пройдет, да все совсем не так, да, есть разные способы измерения, ну, например, там индекс Соловьева есть такое исследование, это ширина запястья, она говорит про толщину наших костей, да, в тазу также есть емкость. Эволюция, да, и природа придумала и создала нас такими, что мы конкретно чаще всего именно этого ребенка способны родить, ставим там, например, в какую-то другую позу, колено-локтевую или на корточке. Ну, знаете, сейчас очень много свободного поведения, и мы смотрим, что вот для этого малыша вот эта поза подходит, например, он хорошо конфигурируется, хорошие эффективные схватки, он опускается. Вот он уже очень маленький, но он суперадаптивный, он способен пережить достаточно серьезные нагрузки в родах, да, и вот в том числе встроиться в эту женщину, в этот таз, в свою маму. Ну, а вот на потугах масла, если берем просто персиковое, да, без добавок, насколько действительно, скажем так, оно может помочь как-то более мягко родиться? Ну, давай так, как оно изнутри поможет? Мы же внутрь, мы не на нее... Да, я так понимаю, когда головка уже прорезывается. Поливаю сверху, да, чтобы вот это вот замещение тканей произвести, мы немножко помогаем на голову, да, разводим эту ткань. Но масло, оно не позволит нам, ну, как бы не защитит кожу от перенапряжения, если она уже там... То есть внешний разрыв, если что, он, ну, если суждено ему, как говорится, случиться. Разрыв, я бы сказала так, что эпизиотомия хуже разрыва. Да, заживание сложнее. Да, поэтому естественный разрыв в том месте, где у ткани есть, да, минимальный ресурс, то есть это анатомическая история, да, история про физиологию, где тело, ну, прекрасно знает, что здесь есть возможность, да, чуть-чуть этот надрыв происходит, но всем стало легче, быстрее, там, не знаю, смотря какая задача, конечно. Ребенок идет, рождается сам, знаете, в смазке своей, да, у него есть ресурсы. И сказать, что это как-то влияет на разрывы, на их профилактику, наверное, нет. Да, но само вот это вот ощущение для женщины, в первую очередь, и для специалиста, конечно, просто более приятно, более естественно. Я сделала все, что могла, я взяла масло. Психологически, да, психологически очень много. Оно было применено, все, вопросов нет. Каждая мама просто невероятная героиня, это надо понимать. Да простите меня, Егор, но ни один мужчина на родовую боль не способен выдержать. Есть девчонки, которые действительно, ой, а я думаю купить, а как отреагирует врач или акушерка, что я скажу, что вот я там, вот оно масло из моей сумочки. Чего, собственно, стесняться, если ты там, конечно, если ты притащишь из дома там медведя двухметровый, скажешь, я без него рожать не пойду. Это странно. Но в плане масла, если вот у кого-то там был такой вопрос, типа, что скажут, блин, а как я скажу, там прочее, просто лучше на берегу, зайдя в ротбокс, вынуть это масло, поставить где-то рядом, просто сказать акушерке по-доброму, что вот, если что оно есть, будьте добры, пожалуйста, в конце не забудьте. Вот я взрослая женщина, я здесь пришла, я знаю, на что я имею право, что я могу попросить, да, там, я осведомлена, что там массаж, дыхание, еще какие-то вещи могут помочь в родах, там, обезболивание, еще что-то, гипноз тот же, да. Если у тебя у самой есть какой-то набор инструментов, я думаю, что для персонала это всегда такая женщина с хорошей опорой на себя. Я прекрасно понимаю тех женщин, кто говорит, да я в жизни никогда, вот я пойду на Кесарево, и все, и не надо мне тут, и она тоже имеет на это право. И каждый из вас имеет право на те чувства, которые вы чувствуете. Где-то с сыном, где-то неудобно, это все нормально, говорите об этом. Медицина для вас, да, роддом и персонал для вас. Не они там диктатура, да, и все-таки это очень разное состояние. Я в позиции кого нахожусь там. Да, я ответственная, я мать, я взрослая, я способная. Либо там я пришла, родите мне, помогите быстрее, и это тоже окей. А вдруг вот все пойдет, ну не то, что пойдет не по плану, как вот сказано было, да, я пойму, что я не смогу, да, я хочу эпидуральную анестезию. Это нужно себя настроить на, или вообще эпидуральную анестезию, нужно ли ее бояться, вот как... Это медицинское вмешательство. У любой медицинской манипуляции, с нами тоже медик, есть показания и есть противопоказания. Мы не можем вот решить, что ветер подул, и вдруг наша мама загрустнела немножко. Действительно, тенденция сейчас возвращается, прошу заметить, к тому, что все-таки это физиологический процесс. Для того, чтобы родить, совершенно не обязательно женщине нужны какие-то там сильные вспомогательные элементы, медикаменты. Очень важно понимать, что такое анестезия, как она действует, как она работает. Возвращаясь к плану родов, классно, если все, конечно, там есть такие ценности у тебя, например, что ты не хочешь вмешать, что для тебя очень важно естественно, да. Вот как мы говорили сейчас о том, что у каждой мамы, у нее могут быть разные потребности. Какая-то мама сказала, я там через не могу, через все свои ресурсы соберу, но выдержу, да, без этой анестезии, буду сама, для меня это крайне важно. Другая женщина придет и скажет, слушайте, я вообще не умею терпеть, я истеричка, мне там вообще не хочется страдать, я не хочу терпеть боль, давайте мы не будем играть вот в эти амбиции, что я там супергероиня, все сама, я вот точно знаю, что мне понадобится, мне там в какой-то момент это нужно там предложить или обсудить с врачом. То есть тут важно понять, что для тебя, да, естественные роды, это очень-очень-очень размытое понятие. Все-таки для меня, как для медика, естественные роды, это действительно роды, которые обслуживаются физиологией. У каждой женщины в родах наступает момент, когда она хочет убежать, сбежать, сказать, я больше не могу, все, уносите, вырезайте, там, спасите, помогите, а таз. То есть это условно гормонами, большим количеством выброса гормонального воздействия на нервную систему. Вот этот пик эмоциональный, его очень важно тоже с врачом обсудить. Условно, когда я приду в эту точку, где у меня уже в пике эмоциональный, как мы будем действовать? Да, очень классно, поэтому я всегда советую, берите кого-то на роды. Того, кто вот между вами и медицинским персоналом будет таким переводчиком, буфером, может быть. А насколько вообще медицинский персонал идет на то, чтобы делать эпидуральную анестезию? Все-таки врач решает, акушеркает женщину, которая непосредственно руками принимает роды, и разные манипуляции помогают маме, да, чтобы прийти к моменту рождения. Но вот эти все вопросы с анестезией и, там, ведением тактикой родов, да, определяются врачом. У эпидуральной анестезии действительно есть окно, да, период, в который можно ей воспользоваться. Есть так называемый период, когда это уже будет малоэффективно или совсем неэффективно. И действительно так бывает, что женщина прошла, да, какой-то рубеж, который вот уже, наверное, применение эпидуральной анестезии будет неоправданно. Тоже обратите внимание, на это есть разные способы анестезии, да, в родах, применение массажа эфирных масел, горячий душ, хорошо очень там на пояснице. Ну, какие-то индивидуальные особенности есть у каждой женщины, которая до применения эпидуральной анестезии можно попробовать с этой болью взаимодействовать. Ну, я бы сказала так, никто как бы не экономит препараты в больницах или не прячут, но действительно надо понимать, что это некое медицинское вмешательство. Да, как отреагирует ребенок, данные конкретные, данные конкретные мамы на это вмешательство, на 100% вам ни один врач никогда не скажет. Да, бывает так, что правда, врачи понимают, что женщина прекрасно справляется, ребенок прекрасно движется, адаптируется на схватках, да, и вот чуть-чуть эмоционально ее поддержать, сказать, что сейчас еще немножко, да, еще чуть-чуть, сейчас вот этот рубеж. Это уже такая психологическая работа, и акушерки в родзале, наверное, это очень важно, поддержать женщину в первую очередь эмоционально. Наступил период выбора роддома, выбора врача, и появился страх именно какой-то врачебной ошибки. Да, могу ли я как-то после родов понять, что у меня что-то не так, есть ли какие-то предвестники этого всего, и вообще из вашего опыта часто ли такое бывает? Чем защищается женский организм в этот период? Если вы знаете, все сдавали колуголограмму, додимер, вот это вот показатели свертываемости крови. Первое, что обеспечивает хорошую свертываемость крови, это ваша беременность. Она так продуман, мозг так работает, что к концу беременности вот эта способность к образованию тромбов, она у женщины повышается. Вас очень часто на эту тему проверяют по анализам, смотрят. В закрытии условного этого кровотечения это хорошее сокращение матки. Хорошее сокращение матки обеспечивается после родов хорошим окситоцином. По сути, вот это сейчас, если слышали, тема про золотой час, когда ребенка кладут на живот, его не забирают от мамы, и вот она на него смотрит, он пахнет, кожа к коже, вот это ощущение. Это самое большое, вот сейчас по последним исследованиям, самое большое количество окситоцина вырабатывается в этот момент. И вот это огромное количество окситоцина обеспечивает, собственно, рождение последок плаценты и быстрое сокращение матки, что в том числе обеспечивает вот это закупоривание этих сосудов. Что можно важно, на что обратить внимание? Это, конечно, состояние крови, анемия, гемоглобин. Это все факторы риска, которые могут повлиять на то, что это кровотечение может возникнуть. В роддоме у нас по ОМС в России рутинно после рождения малыша колят окситоцин, вводят окситоцин. Как профилактика после родового кровотечения, это обязательно процедура, она доступна всем. Если нужно, от нее можно отказаться. Сказать так, что на следующий день вдруг оно там как-то крованет или вдруг ни с того, ни с сего, тут уже нужно смотреть, возможно, были какие-то у мамы там аномалии, может быть, анемия, может быть, там что-то еще, уровень гемоглобина, какие-то индивидуальные ее анатомические особенности. Советы касаемо послеродовой депрессии, какие-то лайфхаки, к кому обращаться, если ты чувствуешь, что оно не оно. Как вообще распознать? Когда-то наши бабушки жили и никогда не оставались одни в изоляции с маленьким малышом. Это тенденция последних лет, что мы в своих квартирах, изолированы, замкнуты, остаемся тет-а-тет. И надо понимать, что это очень сильно гормонально измененное состояние. Это новая зона ответственности. Это буквально каждодневная, ежесекундная ответственность за чужую жизнь, за жизнь маленького человека. И еще мало того, что вообще ничего не понятно. Почему он кричит, почему он кричит вот так. Для кого-то там, даже если курсы какие-то были, подготовки, то это все равно столкновение с новыми обстоятельствами. Подчиняю свою жизнь, жизни маленького человека, его потребностям. И вот тут очень важно понять, что ваши потребности, они не должны никуда пропасть. Нельзя просто положить на алтарь своей жизни этого человека, сделать его ответственным за все, что с вами происходит. Сейчас очень много, слава богу, сервисов, которые позволяют нам делегировать какие-то дела домашние, помощницы по дому. Есть такой термин baby blues, который наступает после родов, длится какое-то количество времени. И когда женщина очень эмоционально реагирует, она на нее смотрит, она плачет. Он там какую-то там улыбку, маленькая улыбка на лицо, она плачет. То есть ее умиляет все, огромное количество вот этих гормонов. Это является физиологической такой реакцией. Но есть момент, когда женщина из этого baby blues переходит как раз таки вот из всем известной страшной послеродовой депрессии. И вот здесь вот очень важно успеть отследить. Чаще всего важно понять, что есть в окружении вашего человека, который наверняка заметит. Можно прям поговорить, слушай, я понимаю, что я в каком-то таком раздрае немножко, не совсем себя четко ощущаю. Если будешь, заметишь, скажи, пожалуйста, мне, что я там часто грущу. Чаще всего часто там, да. Первое, на что обратите внимание сами, это если вы начнете свои базовые потребности уводить куда-то там, на второй план. Вот эти моменты очень важно вовремя отследить, вовремя с ними поработать. Нанять няню, да, там, взять помощницу по дому, сервис, который приготовит лишний раз еду, но у тебя там есть время сходить в душ, не знаю, намазаться любимым кремом, да, и успеть вдохнуть, например, его аромат. Не просто там что-то, как-то побежал, да, а вот эта моментка, ты для себя делаешь какие-то приятные вещи. Чем мне нравятся курсы для подготовки? Как правило, команда девчонок, мам будущих, она соединяется, потом говорите там об одном и том же, о подгузниках, у кого зубы, у кого кто как спит. Да, и вот эта возможность окружить себя примерно людьми с такими же там интересами и потребностями, она очень сильно помогает не остаться в этой изолированности. Ну и, конечно, если есть понимание, что ты самостоятельно не справляешься, прибегайте к помощи, просите, говорите, говорите с близкими, говорите с друзьями, обращайтесь к специалистам, психологам. Он пришел, этот человек, и она, он, ребенок ваш, не для того, чтобы вас сделать несчастным. Еще больше любви становится. Просто появляется человек, и любви становится в мире больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова